Навруз – самый древний праздник весны, земледелия и плодородия. Его отмечают уже три тысячи лет. По данным ООН, ежегодно примерно 300 миллионов человек по всему миру встречают весеннее равноденствие. А в 2009 году Навруз включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. А 21 марта объявлен Международным днем Навруза. В это время устраивают ярмарки, состязания, выступают певцы и танцоры. Дома и деревья должны быть ярко и красиво украшены. Но, конечно, в каждой стране у праздника есть свои особенности. У нас в деревнях народ собирался на поляне, сжег костры, прыгал через костры тоже. То есть огонь – это все-таки такой атрибут этого праздника. И потом, в общем-то, совместное приготовление всяческих блюд прямо на улице. Например, там кашу варили, яйца варили. И, естественно, это всяческие танцы, песни, игры. Мы собираем здесь все тюркоязычные народы. И вместе собираем, потому что для нас Навруз – это прежде всего взаимодействие культур. Вот так же и мы справляем в Казахстане. Потому что для нас очень важно, чтобы не просто одни казахи справляли. Нам важно, чтобы все народности были вместе и справляли. То есть это как бы, знаете, символ солидарности. Вот этот праздник для нас означает. Во многих арабских странах Навруз не празднуют. Но как же не отметить приход весны, когда пробуждается и расцветает вся природа. Например, в Марокко весеннее равноденствие отмечают веселыми фестивалями. Сегодня мы предлагаем разные сорта чая с мятой, мелиссой или вербенной. Чайная церемония в Марокко имеет свои особенности. Все делается спокойно и размеренно для того, чтобы у людей было время побеседовать и пообщаться. А объединение Лира растет с каждым годом, и к нему присоединяются новые общества. Ведь в Таллине появляются представители самых разных далеких и экзотических стран. К нам присоединяются люди, которым интересны вопросы культуры. Поэтому мы уже не помещаемся в нашем доме, и мы с радостью выбираем новые площадки и новые форматы. В этом году у нас в программе также выступают гости из Риги, из Финляндии. И, конечно же, наши эстонские коллективы тоже принимают участие. Самое главное, у людей есть возможность между собой тепло общаться, дарить друг другу радость, независимо от их национальности и вероисповедания. По словам столичного мэра, замечательно, что в Таллине проживают представители разных народов, которые своими традициями обогащают культурную палитру города и страны. Благодаря этому у нас есть возможность встречать Новый год несколько раз и по разным календарям. Так что редакция новостей Таллина еще раз поздравляет всех с Новым годом и весной. Ленитровская, Роман Васильев, Новости Таллина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова